Друзья, всем большой привет! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Мы с вами продолжаем проходить Бога Войны Рагнарёк. У меня немножко сменился антураж, если вы заметили по предыдущим видео, если вы смотрели предыдущее прохождение. Да, немножко поменялась локация. Всё дело в том, что я очень ждала вот этого вот друга. Вот этого вот друга. Вот, намучилась я очень сильно с этим креслом, конечно. Вот, как-нибудь отдельно, наверное, запишу видео, расскажу полную историю. Может быть, кто-то захочет приобрести такое же кресло. Оно очень-очень крутое. Вот, но, конечно, пришлось мне с ним немножко пострадать. Вот, на протяжении месяца. Так что поделюсь с вами, конечно, историей этой замечательной. Вот, мы с вами остановились на том моменте, когда у нас от Рэй шёл к Феи. Фрей. Какой Фей? Фей умерла. Фрей. И он хотел с ней подружиться, чтобы предотвратить равнарёк. Тихоря от Бати. Вот, поэтому мы идём дальше к нему. Я надеюсь, что... Что мы дойдём в этой серии до неё. Потому что нас все хотят убить по пути. Так. Зачем он бросил у него снежок? Что происходит? Так. Куда нам идти? Покажите. Ну да, ты такой номер. Спасибо. Успокоил, так успокоил. А. Так. Вот и дверь. Так, пока никто не нападает. Голодной кофе. У нас на улице минус 20. Ой, минус 15 с утра было. И такое ощущение, что я опять вернулась на север, жизнь. Ну и атмосфера тоже. Привет, Фрея. Что, я не могу навестить знакомую? Что тут странного? Ну, даже если я виноват в смерти твоего сына, это не значит... Так, вот об этом, пожалуй, лучше не упоминать. Что-что? Почему у меня на шее наконечник стрелы? То, что убило твоего сына? Отличный вопрос. Я не знаю, зачем он туда идёт. Это жесть. Ну, попробуем. Он уверен, что она его не убьёт сейчас. Прям на этом месте. Я вот не уверена. Давай, спрыгивай куда-нибудь. Это она сидит? А почему она в палатке живёт? Что-то Фрея сдала. Фрея. Почему Фрея? Как бы нас сейчас... Не убили здесь. Ну, у неё видок, конечно. Спалила. Спалила. Поставишь на это свою жизнь? Да что ты знаешь обо мне? Но ты меня ещё не убила. И пока ты об этом думаешь, может, отпустишь меня, и я скажу, зачем пришёл. Если просить за своего отца, не утруждайся. Его судьба решена. Ты же знаешь, кто во всём виноват. Мне не одолеть Одина. Да и не надо. Рагнарёк его убьёт. Да? А если я скажу, что он приходил в Мидгард? Он пришёл к нам. Предложил мир, если мы не вмешаемся. Сказал, что Рагнарёка можно избежать. Он лжёт. Возможно. Но ты ведь знаешь пророчество Гроа. Всё зависит от армии великанов. Великаны ждут войны в Йоттунхейме. Нет. Я там был. Нет никакой армии. Великанов больше нет. Стоп, он знает? Подождите. Я почему-то думала, что он не знает, что он великан. Йоттунхейме. Мы узнали правду. Так он понял. Моя мама была последним стражем великанов в Мидгарде. И это не всё. У великанов есть пророчество обо мне. Они зовут меня. Локи. Вот это поворот. Локи. Вот это поворот. И, возможно, мне суждено остановить Одина. Как-то. Но раз великаны погибли, а тебе не убить Одина. Он уже победил. Может, нам объединиться? Ты же можешь сражаться. Я не та. Что прежде. Да приведу себя в порядок. Будешь твой. Ладно. Ну, мы нашли Тюра. Может, если ты поговоришь с Тюржей. Тут такой движ. Да. Намечается. Ты за ним сварт, Ольфхейм. Это невозможно. Девять миров закрыты. Для всех. Но не для нас. Мы открыли путь. Но не знаем, что делать дальше. Но если мы объединимся... Молчи. Хватит! Сейчас же уходи. И никогда не возвращайся. Блин, странная женщина. Иди, пока я не передумала. Странная женщина. И не жди пощады для своего отца. Зачем? Сейчас еще батя узнает, что он тут ходил к Фрею. И тоже нам тренделей даст. Ничего не добились. Фрея. Беседа не оправдала моих ожиданий. Но все могло быть и хуже. По крайней мере, теперь я точно знаю, что она не хочет меня убить. Похоже, ей было интересно узнать о визите Одина и о том, что Тюрж жив. А остался... А я остался последним великаном. И особенно о путешествиях между мирами. Понятия не имею, что она будет делать дальше. Надеюсь, она не использует всю эту информацию, чтобы снова на нас напасть. Да, об этом я не подумал. Все, как всегда. Ладно, пойдемте получать тренделей от бати. Который уже сто процентов спалил, что нас нет дома. Так, и все управление забыла. Куски металла из храма Тюра с камнем звука, в котором звучит эхо духа воина. Куда это можно применить? А. Вижу. Ну, я остался жив. Но ответов не получил. Так что, похоже, все это время потрачено в пустую. И я ни за что не признаюсь в этом перед Синдре. Красиво. Вообще, в той части здесь было лето. Ничего не было замерзшим. Сейчас что-то как-то... Хорошо, что лазать я люблю. Это да. Так. Так. Синдре, я же говорил, что справлюсь. Но, похоже, она не поможет. Где ожерелье? А? А. Я решил избавиться от него. Она его забрала. Да? Эм... Тебе сегодня повезло. А теперь скажи, каково это, питаться хаосом? Я... Ну ведь только починил! Это кто? Ещё одна ещё предмет, что если нужна моя помощь, я стою вот тут. Ага, терпение! Ёва! Ах, починю всё потом. Пойдём отсюда, пока ещё кто-нибудь не попытался нас убить. Да, хорошая мысль. Хочу спросить, мы расскажем твоему отцу, раз уж ты вышел оттуда живым? Нет уж, он тебя убьёт! Верно. Кстати, к слову о секретах. Я хочу с тобой поделиться кое-чем. Я очень давно скрываю это от брата. Ну? Да ты достал, ну, давай рассказывай. Всё, они скрывают, посмотри. На обратном пути, а мы куда идём? Не на обратный путь. Давай рассказывай. Давай рассказывай. Чё он скрывает? Ну, понятно. Сколько можно? Кошмарик! Ёва! Пойдём к башне Альфийма. Так о чём ты? Задолго до твоего рождения в кузнице кое-что произошло. И Брок умер. Но я не смирился. Я отправился к озеру душ в Альфхейме, чтобы его вернуть. Полчища душ пытались мне помешать. До сих пор ощущаю их жуткие касания. Вот только я смог вернуть лишь три из четырёх частей его души. Синдри. Брок решил, что просто отключился. С тех пор я ему лгал. Но теперь это меня гложет. Ты должен сказать. Он имеет право знать. Надо выбрать время. А ты должен сказать отцу. Серьёзно? Сейчас? Сейчас? Да он меня сейчас вырубит. Куда идти? Почему он не даёт мне разбить эту штуку? Ладно. Порядуй сюда позже. В каком смысле выбор? Я не мог остаться один. Когда его увидели другие гномы, они прогнали нас. Мы ушли. Построили себе дом. Ну, изменить прошлое нельзя, но оно тебя не определяет. Вернёмся, пока отец не проснулся. Самая здравая твоя идея за сегодня. Тре. Тре? Это... Отстань. Ну, я хочу уже вернуться. Я просто жду, Чубатя скажет. Мне кажется, там ничего хорошего не будет. Будет скандал. Я скандал такой ученю? Так ты возражаешь против прозвища? Ах, вот что это было. Дело твоё, Лок. Нет, так хуже. Сказал и сразу сам понял. Ну, вперёд. Как же паршиво возвращаться ни с чем? После неудачи с Тюром мне так хотелось... Постой-ка, юный Йотун. Тюр не тот, кем ты его представлял, но... Неудача? Ты спас его от ужасной участи. Разве это пустяк? К тому же, может, он ещё поможет нам. Может быть. Но отец не будет вечно мне потакать. Он небось уже выбрал, где мы будем прятаться теперь. Тогда... Тем более постараемся не попасться. Когда придём, я замету наши следы у врат и войду с чёрного хода. А ты... Веди себя естественно. Но... Немедли. Сейчас начнёт. Давай, давай! Куда мне идти? А, сюда. Войдём через парадную. Риск в этом деле меня не заботит. Но надёжен ли предречённый ими путь? Я верю в их мудрость. Почти то же самое, что поговорить с ними лично. Уверен, что великаны не хотели бы войны. Я же сказал, они были мудры. А мудрецы обычно предпочитают мир. Вот и ты, братец. Говорил же, не волнуйся. А Трей... Где ты был? Писал. Ну, кому жрат вы? Я бы поел. Он другого придумывает в него. И отлично выспался, а вы? Спускаюсь! Серьёзно? И он просто так поверил? А так можно было? Это колбаса? Ну да, почти. Раньше и да было вкуснее. А ты попробуй наготовить на такую ораву. Наготовлю. Что? Это вызов. Опять? Альфхейм? Ты его ненавидишь. Зачем нам туда? Зачем? Затем, что нам нужны сведения. Святилище Гроа, Атрей. Твой отец сказал, ты нашёл его. Гроа? Хранительница знаний? О, я смогу раскрыть там какую-то тайну? Да. Нет никого лучше всевидящей провидицы. Я не думал, что ты... Не важно. Отлично. Вальфхейм. Эй! Не забудь вот это, чтоб туда добраться. Яйцо. Знаете что? Я сделаю нам слов побольше. Значит, моё. Какие здесь все нервные. Так. Тюр, ты правда хочешь пойти с нами? Да. Когда соберёшься. Ну, вернее, когда твой отец соберётся в путь. Если моё присутствие поможет вам найти ответы, я хочу хотя бы так отплатить вам. Ну и... Думаю, свет Альфхейма пойдёт мне на пользу. Да, эльфийский свет охрененная штука. Кто подал эту идею? О, разумеется, Мимир. Я просто спросил, как вы меня отыскали. И он рассказал о тайных пророчествах в святилищах великанов. Занятно. Ну и потом мы начали перечислять разные святилища. И тут твой отец припомнил, что у Храма Света был Храм Гроа. И теперь, когда в Альфхейм снова можно попасть, дальнейший план действий стал очевиден. Умнейший в мире человек не сделает неверного шага. И не потому, извиняюсь, что у него нет ног. Я всегда был рад твоим речам. Да. А я рад, что ты, наконец, свободен, дружище. О, наконец-то я опять за батю. Я так рада. Не знаю, мне как-то за него привычнее. Не нравится мне пока. За мелкого. Рок, ты был очень щедр, дав мне эту одежду. Это точно. Я уж не говорю о том, что мне пришлось отдать домовладельцу в обмен на семьи Иктрасиля. Домовладельцу? Он не домовладелец. Хе-хе-хе-хе. Эээ, ясно. Можем что-нибудь прокачать. Ячейка для аксессуара. Спутника пуста. Чтобы поместить в нее аксессуар, выберите спутника в меню брони. Броня. Так, стоять. Подожди. Нагрудная броня. Аксессуар. Звуковой отголосок. Давай, используем. Почему бы и нет? Так. Можно что-нибудь прокачать? Благодарю. Он не соврал. Чурый впрямь спал в коморке для метел. У вас богов так принято, что ли? Или так делают лишь те, кто побывал в плену? Если чего-то нет, значит и не надо. Так, продать. Артефактов нет. Левиафан. Каркас воли. Я не понимаю, почему нельзя прокачивать ничего от Рэ. Это как? Пока что, типа, не дают по сюжету. Ладно, пойдем так. Я, конечно, утре лук прокачала, потому что что-то он... Я за тобой. Буду ждать вас около врат, друзья. Убивает. Так, ну мы идем к эльфам опять. Вторую часть подряд к эльфу. Вы помните, сколько мы в той части с ними мучились? Ой. Господин! Можно я на вас погляжу? Обещаю я быстро! Хуис ху? Это кто? Поразительно! Потрясающая форма! Сдается мне, вы способны на множество самых разных вещей. Появился здесь. Это белка, которая ухаживает за древом. Какой прелестный аромат! Возможно ли? Простите за вторжение. По-моему, вот там белка из Марвел, нет? О, да! Это смола! Ореховый вкус с ноткой чернил кальмара. Нет. Что, не любите гастрономические эксперименты? Погоди. Если ты рототоск, почему, когда мы тебя зовем, ты другой? Это долгая история. Но вы правы. Я и впрямь рототоск. Тот рототоск, которого вы знаете, лишь одно из моих воплощений. Причем довольно неприятное. Я считаю его настолько далеким от себя, что это почти другая личность. Кстати, о нем. Пакостник, не хочешь повидать друзей? Пошел в жопу, я занят! Этого следовало ожидать. Ну что ж, я очищил для вас это семя от смолы. Желаете его забрать? Это семя? Конечно. Семя Игдрасили, если точнее. С тех пор, как мои гномы-постояльцы устроили тут перепланировку, без таких семян не открыть новых проходов в моем древе. Твоем древе? Да, моем. Сейчас. Я покажу. А как мы до этого перемещались? Что-то какая-то странная тема. Что за белка? А, вот зачем господину Броху было нужно семя Альфхейма. Похоже, у вас там какие-то важные дела. Стоп, то есть одно семя дает возможность один раз куда-то переместиться, потому что написано, что собраны семена Игдрасили один. Или можно, типа, несколько. Я вообще не понимаю вот этой темы сейчас. Так, дороги расходятся словно ветви Игдрасили. В Альфхейме вас ждет долгий и трудный путь. Арена Нильфхейма сулит таинственные награды. В Свартельхейме у вас могли остаться незаконченные дела. Обдумайте свой выбор. Стоп. То есть, если я сейчас уйду, то те побочные миссии, которые у меня остались, они, типа, исчезнут? Странная тема. Нас же там еще куда-то посылали, да? Ну, я не знаю. Ладно, одну, если что, потеряем. Так, получены семена Игдрасили для Альфхейма и Нильфхейма. Выберите, куда вы хотите отправиться. Ну, в Альфхейм нам нужно, да? Альфхейм. Это Альфхейм. Альфхейм, а это Нильфхейм. Семя, что вы нашли, открывает путь в Нильфхейм. Мир древний и немножко липкий. За вратами, ведущими в Альфхейм, вас ждет долгая дорога. Начните ее прямо сейчас или подготовьтесь к ней в других мирах. В смысле? Семя, данное Рататоскам, открывает путь на арену Нильфхейма. Посещайте ее, чтобы тренироваться работать над собой. Ну, типа, здесь можно прокачивать его. Слушайте, я не знаю, но нас же посылают в Альфхейм. Давайте в Альфхейм и пойдем. Везде выбор, везде выбор. Может, расскажете мне по дороге о своем прошлом посещении земли эльфов? Конечно. Но если я потеряла какую-то миссию, извините. Первый мир... Найти вторую половину мус-пельхеймского семени. Мы нашли половину семени, открывающего путь в мус-пельхейм. Побывав в этом мире, несколько зим назад, мы нашли там достойное испытание силы и мастерства. Если мы хотим вернуться туда, нам надо найти вторую половину семени. Куда мы попали через твой храм, был Альфхейм. Хрея хотела пойти с нами, но Один ее заколдовал. Она не может покинуть Митгард. Ужасно. А потом мы разбили армию темных эльфов, чтобы добраться до света. Вы вмешались в их войну? Нам пришлось. Мы пытались наполнить биврест, а они напали. И темные эльфы хотели покрыть его своей липкой жижей. Мы его освободили и светлые эльфы вернулись. В Альфхейме стало лучше. Вот как. Я не знаю, если я потеряла какие-то побочки, я извиняюсь, потом придется перепроходить. Потому что я играю, я даже ни прохождения, ничего не смотрела. Я не знаю, куда идти. Сколько лет? Туда ведут, туда и идут. Я не знаю, в какой стороне храм, но святилище Гроа будет там. Секрет Гроа. Подняться на вершину к алтарю Гроа. Ну, если дали возможность сюда прийти, наверное, нам сюда и надо. Извините, если я пропустила что-то. Разбитая история. Да, починить ее будет непросто. Ой, что-то еще починить. Разбитая история. Те руны мы нашли на территории темных эльфов рядом со статуей предков, которые жили здесь до разделения света и тьмы. Это явно послание, но о чем и кому. Либо эльфы видели эту статую и не обратили на нее внимания, либо их больше интересует власть над светом. Ой, мир эльфов, мне кажется, это вообще самое, наверное, жесткое, что будет, потому что они летают еще, а меня они раздражают, когда они летают. Вижу эльфы, продолжили воевать. Да. Во-во-во. Боже дела тут обстоят неважно. Вот эти, да. Вот эти вот штуки летают. И меня они бесят. По ним не попасть нормально. Так. Сказал сейчас, как Никита Бедвинков. Меня бесит. Так. Фимбол Винтер не пощадил Альфхейм. Нет. Такое творилось в песках Альфхейма и до Фимбол Винтера. Какой ужас. Так, куда идти? Стой. Стой, подожди. Я что-то там слышу. Что-то большое. Тихо, тихо. Оно страдает. О! Стой, подожди. Вниз? О, опять ящики. Ну, не знаю. Что ты слышишь? Похоже на животное. Но как можно выжить в таких условиях? Под песком скрыто много пещер. Это, конечно, не роскошные дома, но... Темные эльфы выживают как много. Раз. Так. Вторая. Вторая. Где может быть? Вторая. Вторая. Два. А третью я опять не вижу. Что за ерунда? Почему третью не видно никогда? Может, сверху доберемся? Да подожди ты, но... Третью не вижу. Я не могу ни один ящик открыть, потому что я не могу найти третий этот... Третью жаровню. Придется перепроходить. Так, а тут нет жаровня. Сейчас. Подождите вы меня, ну. Ну, это не... Ладно. Потом найдем... Я надеюсь, тут есть новая игра плюс. Чтоб потом со всем снаряжением перепроедить. Жалко, конечно. Не хочется просто ваше время тоже отнимать. Бегать. Да. Крам света. Светилище Гроа наверху. А Фрейр так и не вернулся больше в Альфье? Да, Мимир? Нет, полагаю, судьба его мира была для него важнее. Что такое? Погоди. Брат Фрейр? Да. Он совсем на нее не похожа. Да что ж ты? Куда еще выше-то? Так, тут у нас какой-то эльф лежит. Впереди преграда. Что это за сверкающие камни? Сумеречный камень. Редкая порода. Он создается тысячелетиями. Красиво, верно? Свет Альфьейма понемногу прохидывает камень. Изруб. О! Я не знал, что так можно. И куда? Подожди, куда тебя надо направить? Сумеречный камень способен отразить бросок топора при совмещении с целью индикатора отражения меняет свет. Так. Значит, продолжаем. Сумеречный камень способен отразить бросок топора при совмещении с целью индикатора отражения меняет свет. Как мне его отразить? А-а-а! Стой. Прикольно. А тут зачем тогда он нужен? Ну ладно. Начинается. Так. Секунду. Тридцать шесть. Так. Враг слева! На самом деле странно, что Кратос типа не докапывался. До того, где был сын. Это очень странно. Значит потом. Затишье перед бурей. Потом будет у них скандал. Значит. Сто процентов. Брат Фрей. В стародавние времена Ван по имени Фрейр отправился в Альфхейм, где перед ним предстала земля, обезображенная больной. Пустив в ход свои божественные силы, он сумел привести эльфов к хрупкому перемирию. Не забудь, что как только у нот был, хрупкое перемирие рухнуло. Я к этому вел. Слышите? О, нет. Довольно, я спрошу. Не нужно этого делать. Мы не хотим вам вредить. У нас нет выбора. Это помпа? Это что такое? Почему это не убивалось? Я тебя освободил свет. Зачем вы с нами бьетесь? Мы ведь вам помогли. Атрей, соберись. Дурацкий Альфхейм. Я вас. Чего они, это мимо мощи? Пойдем внутрь, нападут снова. Неужто другого пути нет? Они не дают нам особого выбора. Так считает свой отец. Полагаю, я просто на них. Нет. Ты просто веришь в лучшее. так наверх я так понимаю нам не дают залезть и не знаю что-то здесь у нас ничего нет вот эти штуки так погнали тюр конечно так смешно перемещаются просто заскриптованный ой здесь опять у нас ящик подношение фрейру от эльфов видно он оставил его здесь когда поспешил ваннахейк что это оберег от кошмаров в данном случае кошмаров фрейра одним подношением эльфы бы не обошлись лучше пойдем ли они от рейд толкнул и у него не долетел что-то не долетаешь не стоять подожди я вообще-то делаю так по ходу у меня нет возможности пока что разбить эти штуки ну да так это пока тоже ладно давайте на этом месте наверное с вами закончим я не знаю там какая сцена дальше будет как раз начнем с того как мы пришли в альфе вот поймем вообще что нам тут нужно так что продолжим совсем скоро всем огромное спасибо за просмотр за внимание надеюсь что вам понравилась серия потихоньку продвигаемся по сюжету вот так что увидимся с вами совсем скоро всем большое спасибо всем пока